13-е по счету спартакиада Союза пенсионеров объединило больше 50 спортсменов почтенного возраста. Среди них пенсионеры из Белокурихи, Бийска, Смоленского, Алтайского и других районов Бийского округа. Вначале все районы, в которых есть местное отделение, они у себя выявляют лучших. Затем направляют команды сюда, к нам в Бийск, для того, чтобы мы смогли сформировать уже команду от Бийского округа для участия в спартакиаде в городе Барнауле. А в Барнауле уже будет формироваться команда для поездки в Москву. Спортсмены соревновались в пяти видах спорта. Легкая атлетика, пулевая стрельба, теннис, плавание и волейбол. Открыл спартакиаду километровый забег. Я марафонец. Марафонец 50 километров на 30-ке была, 25 спокойно бегу. Как у вас настроек? Готовы? Да ну, побежим. Какие? Где наши 65? Вот они. Здесь. А 65 спортивным, активным и позитивным пенсионерам совсем и не дашь. Здоровый образ жизни, регулярные тренировки и постоянное движение поддерживают здоровье и помогают оставаться в форме. Мы видим пенсионеров, которых и трудно назвать пенсионерами. Они занимаются физической культурой и спортом. Тем самым показывают пример молодому поколению, нашим детям, подросткам. То, что надо заниматься физической культурой. То, что надо быть здоровым, красивым, позитивным. Напряженная борьба развернулась не только на суше, но и в воде. Пенсионеры соревновались в заплыве на 50 метров. Любовь к спорту с детства. Сколько себя помню, народился, все время занимаюсь спортом. И благодарен, что я связал судьбу со спортом. Советую молодежи заниматься спортом. Это великолепно. И стресс снимает. Не тянет ни к дурным поступкам, ни к привычкам. Провести спартакеаду на высоком уровне не помешала даже 30-градусная жара. Участники доказали, что бывших спортсменов не бывает. Следующий шаг для уже сформированной команды Бийского округа – участие в краевых соревнованиях. Евгения Прохорова, Илья Питков, Будни. Субтитры создавал DimaTorzok